Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 14 февраля 2020 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, штат Калифорния. Не успели мы отойти от несостоявшегося импичмента, не высохли еще слезы у комментаторов, как появились две новые темы для ненависти к Трампу. Увольнение вынбанов и снижение требований обвинителей по сроку другу Трампа Роджеру Стоуну. До того, как мы бросимся в детали этих двух новых обвинений, давайте посмотрим еще раз, почему демократам совершенно необходимо атаковать Трампа, ни секунды не останавливаясь. Дело в том, что у них нарастает ощущение катастрофы. Они, то что называется, в состоянии такого панического непонимания, что делать. После второго места в Айове и первого места в Нью-Хэмпшире Берни Сандерс уверенно лидирует в лагере прокоммунистической части демократической партии. Если демократическая партия составляет приблизительно половину страны, те, кто за нее голосует, и Берни хотят половину из этих людей, из демократов, то это значит, что 25% населения США хотят того, что пытается построить Берни, что абсолютно является слепком с того, что пытался строить Дуче Бенито Муссолини и великий фюрер Германии Адольф Гитлер, Адольф Алоизович Гитлер. Забрать у владельцев бизнеса, мелкого, большого, все, что они захотят, все, что государство захочет, диктовать им цены производителям, говорить о каких поставщиков закупать, кому продавать, какие зарплаты платить рабочим и предоставлять всей стране за счет того, что они украли прибыль. Бесплатное образование, бесплатное лечение, право на работу, то есть приходи и тут же получишь работу с оплатой, а совершенно никому ты не нужен, все равно будут платить зарплату просто за просиживание места. А право на жилье, уплотнять буржуев, если надо, мы это уже проходили. А вообще халява. Но вот только деньги на эту халяву не хватает с налогов, поэтому приходится придумывать что-то новое. А поэтому, скажем, в Германии сначала отобрали все у евреев, включая их квартиры, бизнес, избережения, а потом начали захватывать другие страны, их грабить, потому что надо было обеспечить то, что обещали. Но, конечно, с Берди все будет абсолютно иначе, абсолютно не так. Он посчитал, вот лично сам сел с карандашом, посчитал, он не умеет по-другому это делать, и сказал, что нашел 300, 100 триллионов долларов, никому не нужных, чем 10 лет, и чтобы платить все вот бесплатное, что он обещает. Но, никому рассказывать свои секреты он не будет, вот выберите меня президента, и тогда я вам расскажу, где я нашел эти 100 миллионов, 100, так сказать, триллионов, биллионов, миллиардов, забылся об этих цифрах уже, так сказать, триллионов долларов. Как, кстати, вот Нэнси Полоси в свое время сообщила Конгрессу, что они не будут давать читать закон, вы сначала к нему проголосуете, а потом мы вам покажем, что там в нем было написано, за что вы голосовали. На полном серьезе она это сказала. То есть 25% нашей страны, как выяснилось, совершенно плевали на то, где возьмутся деньги. Они верят, что ограбят других, и кто-то, так сказать, вот Берди там, и вроде ограбят кого-то другого и отдадут им. И дальше собственного носа они, честно говоря, не думают, что смотрят. Они не умеют их, не научили их, специально учили быть идиотами. А может, не специально, может, просто, так сказать, уже вырастили таких идиотов, которые стали учителями, и никого другого, кроме идиотов, значит, у них вырастить не получается. Но другая половина той же демократической партии от этого в состоянии ужаса. Значит, даже профсоюзы начали объяснять своим членам, что Берди Сандерс отнимет у них хорошую страховку, которую, значит, Обама у них не посмел отнять, и даст очень плохую. То есть, Берди придет к, так называемому, съезду партии, когда, так сказать, должны подсчитываться голоса и решать, кто, так сказать, является будущим претендентом от партии демократов на престол, на президентство, с голосами, может быть, там, так сказать, 40 или, может быть, немножко более процентов членов партии. Но с абсолютной ненавистью второй половины, так сказать, партии, да, и уж точно с ненавистью республиканцев. То есть, вариант, что он пройдет в президенты, нет никакого. Второй, значит, пока победитель, представляющий, так называемую, умеренную часть, умеренное крыло, они себя называют демократов, Питт Будиджач, значит, не имеет, ну, никакого опыта ни в чем. Значит, демократы когда-то издевались невероятно, значит, над опытом губернатора Аляски Сары Палет, которая по сравнению с мэром, значит, вот этого малюсенького городка имела огромные навыки и знания. Она делала какие-то вещи, она могла предъявить, что она делала. Будиджач, кроме того, что он поссорился, значит, с начальником полиции в своем городке и завалил, так сказать, там, работу полиции и прочее, он ничем особенным не отличился. А к тому же, значит, Питт еще и целуется в засос со своим гомосексуальным партнером, мужем, как он его называет, прямо на сцене. И говорите мне все, что угодно, но ни черные, ни латино, ни рабочие в средней полосе, так сказать, в средних штатах, в среднем штатах Америки, этого не лэ. Ну, не лэ они, чтобы целовались на сцене, мужики, в засос. Может, они так наплывали? Ну, кому-то целовались, кому-то целовались, пожалуйста, не целуйся на сцене при камерах. Вот. Как бы они толерантные, да, у нас американцы, теоретические, но поцелуев губы двух мужиков, ну, на экранах телевизоров, не заставят их бежать голосовать за Питта. Ну, вот, не заставят. Э, ползти, может быть, тоже муральны, но бежать тоже не прибегут точно совершенно. Значит, кто-то из, значит, некоммунистического крыла, назовем его так, значит, демократов, заберет у остальных голоса, тех, которые ненавидят Берни, но не обольщайтесь, будет ли это, значит, этот самый Бутиджач, или будет Клобучар, цискандинсинаторша, или будет Майкл Блумберг, бывший мэр, миллионер, бывший мэр Нью-Йорка. Они все за одно и то же, за открытые границы, за бесплатное лечение нелегалов, за прощение долгов всем студентам. То есть, что такое прощение долгов студентам? Там порядка, по-моему, двух триллионов долларов, да? То есть, вот им всем простят, они учились, но они теперь ничего не должны платить. А кто-то же должен банком отдать эти деньги обратно, да? И вот придут к вам, к нам, тем людям, которые работают и платят налоги, и скажут, а вот сейчас, думаю, немножко поднеем налоги, и чтобы заплатить за то, что мы студентам простили, потому что, ну, кто-то же должен вернуть деньги, там контракты есть, да? Банки засудят, если им не возвращать эти деньги. Значит, будут возвращать деньги те, кто работает. И работники, те, кто работают, хорошо понимают, что к ним придут за деньгами. Вот нет сегодня умеренных демократов. Есть те, кто требует, значит, для себя коммунизма, и те, кто требует фашизма. Но есть и те, которые требуют, значит, отнимать разумно, спокойно, медленно, делить, дарить, раздавать. На самом деле, не понимая, что это и есть дорога либо в коммунистическую утопию, значит, и гулаги, либо в фашистскую диктатуру и концлагеря. Разницы, чисто говоря, не вижу. Называйте гулаг или концлагерь, там коммунистическая утопия, фашистская диктатура, один хрен, с моей точки зрения. Но самое главное для руководства демократов, что коммуники придут там, скажем, 40% голосов на этот самый съезд. Те, кто не ведает, что творит, вот нашел я определение, те, которые не ведают, что творят, им кажется, что они умеренные, они придут примерно с таким же количеством, а еще где-то 20% будет разбросано по разным демократам, которые там что-то выиграли, здесь что-то выиграли, и там, так сказать, 5-6 человек будут иметь это 20%. Иными словами, значит, партия будет без лидера, потому что ни за кем партия не пошла, да? Опять, все может случиться, я не оракул, но вот судя по тому, что происходит, и судя по тому, как реагирует, скажем, MSNBC, которое начало вдруг уговорить всех не голосовать за Берни Сандерса, очуметь можно, да? Очнулись вдруг. Но они не потому, что им не нравится Берни Сандерс, потому что они понимают, что он проиграет, точно проиграет Трампу, про других они думают, что вдруг у них есть шанс, это точно проиграет. В общем, значит, на съезде партии вместо объединения всех там в борьбу и прочее будет война. И, значит, как засунуть, скажем, Блумберга или Сандерса в одну упряжку, совершенно непонятно, да? Так сказать, там, не помню, там, так сказать, лайнт какая-то там, рак, щука. В общем, значит, не очень понятно. Они в разные стороны тянут, поэтому непонятно, как их объединить и заставить, скажем, так сказать, действовать совместно. Ну, может, купят опять Сандерса, как купили в прошлый раз. В прошлый раз купили там за десяток миллионов, я не помню, там, за сколько, да? Там, за самолет, который ему дали, чтобы он летал туда-сюда. Ну, сейчас, может, скажут, сто миллионов. Я не знаю. У Блумберга есть и деньги, там, полмиллиарда, там, что-нибудь еще. Может, он, так сказать, ну, но люди-то, которые за ним побежали, их же не купят. Сколько бы он там ни говорил, голосуйте за Блумберга, не зажжет их Блумберг. И Пит не зажжет, и Клобучар не зажжет. Ну, в общем, что бы демократы не придумали. Значит, люди Байдена не пойдут голосовать за, за того самого, за Сандерса. Люди Сандерса не пойдут голосовать за Питой, Клобучар. Там люди Блумберга не пойдут голосовать за коммунизм и так далее. Значит, разборное, раздорное, не знаю, там, шатание. Ужас, что творится у них в штате, так сказать, в их штабе демократическом, не знаю, есть ли у них там штаб или много штабов. А у Трампа с Китаем получилось, с Мексикой, Канадой получилось, сейчас с Британией будем подписывать соглашение, с Японией получилось. Кстати, с Британией там один, так сказать, моментик есть такой забавный. Борис Джонсон сделал ошибочку века, с моей точки зрения, решил в свое военное оборудование вставить, значит, китайские программы доставлять какие-то там китайские приборы, на которых вот эта вот программа и будет крутиться. А, значит, уже известно, что китайские приборы так построены, что они передают всю информацию, значит, в Китай. А кроме того, можно издалека очень, так сказать, ими командовать, так что, чтобы британцы не делали, если китайцы не захотят, чтобы их ракеты летали и танки двигались, то они не будут не летать, не двигаться. Ну, мы не об этом, так сказать, собственно, сейчас разговариваем как-нибудь в другой раз, да. У Трампа растет популярность, более 70%, да, более 70% считает, что жизнь улучшилась при Трампе и будет при Трампе еще улучшаться, что, так сказать, на самом деле такого количества людей не было ни при одном Буша, ни при другом, ни при Клинтоне, даже при Лондон-де-Регене, не было, не было уж при Обаме, точно не было, да. Вот что бедным демократам делать сейчас? Вот они и занимаются, так сказать, возможными там придумками, так сказать, а вдруг что-то прилипнет, а вдруг что-то народу не понравится, вот. Трамп уволил братьев, значит, Винтманов, ну, конечно, уволил, естественно, они не пошли, как положено в армию или положено, так сказать, на службе к начальству с докладом о том, что у них есть там всякие опасения и подозрения. Они действовали абсолютно не по уставу, против его, не по принятому военных порядку, и они выдавали как бы то, что они ощущали за действительность. Было бы странно, если бы Трамп их не уволил. Ну, из них сейчас начнут делать таких, так сказать, жертв, так сказать, там, тирана Трампа и давить крокодиловые слезы, значит, насчет их загубленных карьер. Ну, там, я думаю, что один другой пойдут как-то на СНН работать, там, типа, там, корреспондентами. Ну, в общем, с карьерами у них все будет в порядке, особенно если они сейчас откроют рот и будут делать вид, что они, так сказать, вот только сейчас решили поделиться какими-то там страшными тайнами, которые они, никаких, так сказать, опять не будет, доказать, что вот они точно знают, что происходило, там, подслушали, кто-то выходил, сказали, какой-то такой-то чушь, вот, проверить, которую невозможно, но, там, и т.д. Как, собственно, делали, там, Брэнн, Клаппорт, так сказать, в свое время, то есть, продолжают сейчас делать на тех же, там, MSNBC, NBC, CNN, там, ABC и тому подобное. Вот. Я скажу так, значит, господин Виндман, значит, господа Виндманы, особенно тот, который, значит, требует, чтобы к нему обращались не господин, а подполковник. Ну, вот, прежде чем выдавать то, что вы думали за факт, надо было думать, вот. А, кстати, я почти уверен, что это именно вот этот самый, значит, Виндман, которого допрашивали в Конгрессе, наш с вами соплеменник, да, значит, нашел человека, который побежал к шерифу и рассказал ему, что, значит, сам он не слышал, но есть кто-то, кто слышал, как президент Трамп пять раз подряд требовал Зеленского расследования, начать расследование Байденов, а иначе Америка не даст Украине выделенную Конгрессом помощь. Что оказалось полным враньем и афинеей, никогда не было доказано ни одним из свидетелей, значит, по этому делу. Ну, вторая история, которую вот сейчас начали демократы раскручивать с указанием, с укорочением, урезанием срока Роджеру Стоуну, она еще интереснее. Вот. Итак, Роджер Стоун, друг и конфидант президента, такой такой смешной человек, всегда в плечистых костюмах, такой очень любящий внимание, такой, так сказать, говорливый и тому подобное, обвинен в том, что он врал Конгрессу и запугивал свидетеля, значит, по своему же делу, и поэтому ему надо по утверждению прокурора, значит, четыре прокурора там были, значит, дать ему, требовать, значит, от суда от семи до девяти лет тюрьмы, вот за эти вот кошмарные преступления. Ну, нехорошо, так сказать, врать, нехорошо запугивать, да, все нормально вроде. Вот. А проождение, конечно, события, так сказать, я сейчас расскажу. Там кое-что, вот, так сказать, про законы и тому подобное, но Трамп, услышав об этом, возмутился в Твиттере и написал, что это вообще гнусная подлость, гнусное требование, и что Стоун не сделал ничего такого, чтобы его сажать на такой длинный срок. Значит, Барр, ну, он, так сказать, руководитель Минюста, да, отстранил всех четырех прокуроров этого дела, обвинив в предвзятости, и будет предлагать суду дать меньший срок, значит, Стоуну за то, что, так сказать, тот сделал. И демократы снова, значит, стали, значит, вопить, что Трамп, он узурпатор, он там, так сказать, в общем, нам всю демократию порушит, а они, мол, нет, значит, они коммунизм строят, а он свободный рынок, он демократию поражит. Значит, значит, кому дают такие сроки? Значит, за убийство дают, за изнасилование дают с особо тяжелыми, значит, совпадающими действиями. А что обычно дают за вранью Конгрессу? Да, вот давайте попробуем разобраться, да. Хиллари Клинтон врала Конгрессу, вычистила свои серверы, хоть специальные программы, которые купили, после которой, вообще-то, так сказать, там ничего не остается. А жутко дорогая, кстати, программа. Она уничтожила доказательства, затребованные Конгрессом там 30 тысяч имейлов, и говорила, что там, ах, ах, там ничего не было, она проверила, значит, не ее проверяли, она проверила, там ничего не было, и юристы проверяли все, и все почистили. Почему нельзя было их передать, что там ничего не было, да? Влияла на свидетелей, мы знаем точно, потому что она заставила молотком своих сотрудников разбивать их телефоны, чтобы там тоже никакой информации их не доставалось, вот. И не получила ни одного дня тюрьмы, а наоборот даже была оправдана и, значит, представляла свою партию на выборах 2016 года. Слава Богу, проиграла. Вот. Руководитель НАСА, НСА, не НАСА, НСА, прошу прощения, значит, Клай... Господи... Клапер. Поклялся, значит, подняв руку, так сказать, в Конгрессе, что за американцами не ведется никакая слежка, был тут же улечен в лжи, то есть вынужден был сказать, что да, он соврал, остался в должности и не получил ни одного дня тюрьмы. Руководство ФБР, значит, в лице Коми и Макоба, значит, по утверждению, уже не их собственные слова, да, а под утверждению, значит, генерального инспектора Министерства юстиции врали в суде для получения права слежки за избирательной кампанией Трампа, следили за избирательной кампанией Трампа, врали в Конгрессе и не получили ни один, ни другой, ни одного дня тюрьмы. Макоб был, правда, лишен пенсии, но, так сказать, по другому поводу, но не сидел. То есть все эти люди, которые милы сердцем демократа, сердцу демократа, они делали то же самое, что в том, в чем обвиняется Стоун, но никто из них в тюрьму не попал, а Стоуна надо, оказывается, посадить вот за это самое, там, не на три месяца, не на шесть, не на год, а от семи до девяти лет. Еще хочу упомянуть еще одного человека по имени Барак Обама, значит, люди, которые его не любят, говорят сразу же, Барак Хусейн Обама, ну, так сказать, просто Барак Обама, хотя он, когда клялся стать президентом, он произнес Барак Хусейн Обама, значит, вот это. Он врал народу по-крупному, не по мелочи, там, у меня там самая большая толпа народа была, там, я там произнес самую красивую речь, там, так сказать, фигня, которой занимается Трамп, да, самая-самая, так сказать, и прочее, и прочее. Он врал народу по-крупному, то есть он шестнадцать раз, по крайней мере, я знаю, шестнадцать разов, прямо в камеру смотря, на огромных аудиториях говорил, если мы с временем, вот то, что называется сейчас Обама Гер, да, то вам, у вас ничего не изменится, но из-за того, что у нас, мы сможем, так сказать, там, здесь денег там меньше брать и прочее, мы сэкономим и сможем еще тридцать миллионов человек посадить, так сказать, что называется, в одну кучу им давать, то есть вам ничего, а им хорошо. У вас не будет тот же самый врач, который был, вы не обязаны, не хотите менять, не меняйте врача, не хотите страховку менять, не меняйте, он знал точно, что он врет. Потом Вашингтон-Пост дал ему то, что называется, четыре пиноккио, то есть пиноккио нос рос, когда он врал, так вот, значит, у вас такая высшая степень вранья называется четыре пиноккио, значит, даже родной Вашингтон-Пост дал ему четыре пиноккио за это. Из-за него приняли этот кошмарный закон, который привел к тому, что, ну, скажем, так сказать, часть людей, 30 миллионов человек так никогда и не получили, половина из них ничего не получили. У людей отняли их врачей, у людей отняли их страховки. Мы сейчас платим приблизительно в полтора-два раза больше, чем платили до этого, для того, чтобы платить не за всех 30 миллионов, а за половину из этих людей, вот, а часть народа вообще не за страховки, а их заставляли платить еще штраф за то, что они, ну, в общем, сделал ужасное дело. Так вот, он за этот обман наглый, вранье, мы уже знали точно, что он просто врет, да, для того, чтобы протащить закон на основании полного вранья, плохой закон. Он не сидит в тюрьме почему-то, с ним все в порядке. А Роджер Стоуна он осажает за 7-9 лет. Вот либо господа, значит, так, либо господа, сяк, да? Делать я имею в виду. Все-таки так нагло, значит, быку нельзя, так сказать, запрещать делать то, что позволено, скажем, Юпитеру, да? Вот. В США не должно как бы этого быть у нас-то фемида с завязанными глазами, которая должна не видеть, кого она судит, а просто, так сказать, ей приносит, так сказать, она там на одни весы, на другие, так сказать, одного засудила, другого отпустила. Несмотря на то, кто этот. Вот выясняется, что наша фемида очень смотрит, кто? Ты за Трампа? Значит, подпольные, значит, все эти деятели начинают сразу, да? Ты против Трампа? Ты свой, да? По-другому, да? Такая у нас фемида теперь, значит, открыла глазки, немножко приоткрыла и посмотревает налево-заправо. Вот. А угрожал, что он, кстати, вот? Он угрожал, значит, что он свидетелей угрожал. Он позвонил своему приятелю и сказал, что если ты будешь еще открывать рот, падла, вот, я вообще болтать, чего не надо, я приду к тебе в дом, когда тебя нет, и украду у тебя твою маленькую собачку, понял? Ха! Вот. Этот человек, кстати, значит, сказал в суде, что он не за свою жизнь, там, не за жизнь собаки, не беспокоился, что никаких претензий нету к этому самому, что и не воспринял. Но он угрожал свидетелю, поэтому надо сажать от семи до девяти лет. Так вот, за это надо сажать Стоуна, значит, на, так сказать, ему уже много лет, он там помереть может. Вот. Других вообще надо сажать. Вот. Я совершенно согласен с президентом, что он озверел. И совершенно согласен с баром, что прокуроров, которые требуют такие сроки, надо, надо, так сказать, гнать из профессии, где необходимо оставаться беспристрастными. Вот, что трудно, я понимаю, беспристрастным оставаться, но надо пытаться хотя бы. Вот. А, значит, помните, кстати, к Полу Монафорту, значит, в пять утра ворвались одетые, значит, полиция, там, так сказать, с автоматами и тому подобное, всех разбудила, вместо того, чтобы, как это делается обычно в Америке, позвонить его юристу и передать через юристу. Попросите, пожалуйста, господина Монафорта завтра в девять утра, там, явиться туда-то и туда-то. И Монафор туда является. Если бы они боялись, что он что-то там скроется, сожжет и прочее, а почему они не боятся это во всех остальных там 999 случаях, когда людей просто вызывают, звонят, так сказать, или там, высловывают повестку юристу. Есть же юрист, которым работают, да? Нет, надо было врываться, значит, устроить. И там каким-то странным образом вдруг оказалось, значит, СНН, который совершенно непонятно, кто сообщил, они там были, все это снимали, нас тут равно показали, значит, как Пола Монафорта арестовывают. Кстати, к Роджу Рустовну тоже, значит, на дом, в масках там со всеми сиренами и прочее, с оружием в руках. Вот. Никому другому почему-то, вот, кроме как людям, которые с Трампом работали, ничего такого не происходило с ними. Вот. Ну, как тут не повторить, не поверить в подпольную антитрамповскую, скажем, некую борьбу чиновников, бюрократов, газетчиков, юристов, судей и прочих дипломатов, да? Вот. Ничего Роджер Стоу не сделал такого, чтобы его сажать на 7 или 9 лет. И Трампа уже оправдали в якобы шантаже Украины. Не он шантажировал Украину, а Байден шантажировал Украину. Вот. Нет у демократов на сегодня шанса выиграть президентство. Думаю, за их, за их, скажем, бездействие и концентрацию всех своих усилий на импичменте, значит, попрут их из Конгресса, из Сената толпой. Вот. Вот они и пытаются хоть как-то, хоть чем-то, а вдруг получится опоручить президента, раздуть еще немножко ненависть к Трампу, чтобы перекидывалась, она столько соголтела их, значит, вот этих самых демократов, на кого-нибудь еще. Но она не перекидывается. Мы уже видим, что в результате всех этих импичментов рейтинг Трампа растет. По одной ужасно простой причине. Людям при Трампе стало лучше жить. На этом все. Давайте на сегодня закончим и до новых, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok